Продолжение следует... 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 Исходя из формулированных высших базовых задач и основных направлений функционируемых средств, носить и охранить государственные лечения, можно отметить, что наибольший степень их скорейственного достижения будет способствовать реализации следующих 30-70 инфекционных транспортных систем. Первое – это информирование. Информирование тщательно на основе следующих сервисных групп, в которых появятся 10 этапов. Первое – это приводительные информирования, заключающиеся на информирование о транспорте и ситуации на автомобиле дороги. Человек еще не поехал, не может, что-то создает приводительную информацию о транспортах и ситуации на автомобиле дороги, по которой он входит в перевозку. Второе – о состоянии функционируемых дорожных объектов. Хорошо. Третье – о наличии свободных парковок. Второе – это информирование в процессе движения. Получает, значит, пользователь, производитель, получает информацию о местах и локациях и дорожных объектов. Второе – о загруженности автомобилей дороги по предполагаемому маршруту движения. Третье – информация о дорогах по предприятиям и ремонтах работают. Если он получает информацию о ремонтах и локации, то он будет выбрать другой парковок. То есть, скажем, будет длиннее, но если он без всей экономии, тем, где, скажем, он будет длиннее около 120-130 километров. В его крайне важна информация о дорожных объектах и про решительствах и ремонтах работах. И очень важна информация о метеоусловии, метеоусловии. Особенно, скажем, такая информация по ленту будет для нас. Для наших регионов сильный буран, сильный ветер, сильный дождь и так далее и так далее. А наличие свободных лиц на парковках в местах назначения. В процессе, например, сначала, как предварительно, еще один вопрос, он задавал вопрос и получил ответ на наличие свободных парковок в местах местных лиц. Потом он повторяет все эти запросы еще в процессе движения, приближается на 5-6 вопросов о наличии свободных лиц на парковках местных лиц и получает ответ на наличие свободных лиц. Да, в такой же запросе парковки места есть все в парковках. Второе. Второе. Управление дорожным движением на основе следующих сервисных групп. 2.1. Организация управления дорожным движением. Посвящается путем, первое, мониторинга дорожного движения, включающего виде наблюдения и систему дистилу и параметры в рамках протокол. Т.е. мониторинг дорожного движения, включающегося путем камер наблюдения и детекторов, которые фиксируют параметры транспортного потока, интенсивность, скорость, плотность движения, задержка движения и т.д. Второе. Здесь в этом 2.1. Управление движения на обслуживании дороги. Т.е. Координация между управлением движением на скоростных автомашлях и управлением уличным движением. 2.2. Это 2.1. Организация управления дорожным движением. 2.2. Управление инцидентами, связанными с транспортом, путем мониторинга и подтверждения происшествия. 3.2. Организация помощи участников происшествий на месте. 4.3. Координация движения на месте и освобождение транспорта. 5.3. Управление инцидентами, связанными с транспортом. 5.3. Управление инцидентами, связанными с транспортом, путем мониторингом и подтверждение происшествий на месте. 6.3. Дваждый обслуживается технической помощи учителя и подтверждение происшествий на месте. 7.5. regionи транспортом и�омы apenas время просят одну мнению. 8.3. Управление инцидентами, связанными с транспортом или шказом perkittiProT. 1.3. Управление инцидентами и свои специалисты и победителя по пути. 9.3. Управление инцидентами, связанными с транспортом. транспортной системы. Это, значит, третье всего регулирование доступа, то есть езда в города. Езда в города. Если, скажем, езда в города, возможно, в системе СМИ везда безопасна, значит, это не везет все. Канцер, скажем, надо без виза, сосудисосудование световое, соискарное. Езда в города. 24. Принуждение соблюдения или контроль за соблюдением правил дорожного режима. Имеется в виду автоматизированные комплексы за соблюдением правил скоростного режима. Далее, автоматизированные комплексы контроля выполняют требования дорожных сигналов. Например, проездный красный свет контролирует использование того, маневрирование и так далее. Маневрирование и другое. Маневрирование и другое. Третье. Третье. Чененциальные ситуации. Насколько наставить 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 с этой группы? Первое. Увыновление в чененциальных ситуациях на улице и транспорта, а также ситуация, требующая экстренного вмешательства в СССР. Среди муниципалитетов, оборудование с управлением автообъяснительной полицией, скорой медицинской помощи, муниципалитетной ситуации, КНБ, городской администрации, дорожек, коммунальных служб и т.д. Второе. Регулирование к муниципалитетной транспорта, среди автообъяснительных служб, по узелам предоставления им, принято одновременность в приоритетных проделках. Пятая, значит, интерферсиональная ответственность, связанная с дорожным движением, на основе следующих сервисов, обеспечения безопасности поездок на транспорте и принятия мер безопасности пешехода. Погодные условия, дорожная мидеостановка, на основе следующих сервисов, управлением информацией о погоде и мероприятиях. Второе. Прогнозируем погоду и мероприятиях. Седьмое. Катастрофа и чрезвычайные ситуации. На основе следующих сервисов двух. Управление информацией о катастрофах и чрезвычайных сборах и передачи данных в соответствии с пользой данных. Далее. Управление катастрофам и чрезвычайных планируемых действий в дорожной ситуации. И третье. Координация действий. Следующий код. Смещение в ситуации. Восьмое. Управление данных на МИКС. На основе следующих сервисов двух. Программное обеспечение для МИКС. Путем приобретения или разработки программного обеспечения для нужных интеллектуальной трансмиссии, второй ответственной формировки и договорка программного обеспечения под текущие и перспективные нужды. Под текущие и перспективные нужды. Следующее определение приоритетных подсистем. Определившись приоритетными системами, мы можем определить и течень приоритетных автоматизированных или информационных подсистем, комплексных и инструментальных, которые необходимы вести в сетах интеллектуальной транспортной системы. Подсистема ИТС закончена в рамках одной. Это закончена в рамках одной цифровой задачи комплекса технологических решений, реализующихся на основе применения технических средств телемагики. Подсистема ИТС должна включать комплекс получения целевых данных на основе собственной системы магистрирования и отснеживших подсистем аппарата программного комплекса анализа принятия решений в соответствии с функциональной задачей подсистемы, а также может быть сложным и широко распределённым комплекс клиниками и уничтожения. Часть подсистем, которые фактически функционально являются самостоятельными, ранее будут приняты встречаться в рамках автоматизма системы управления дорожного движениями. На сегодняшний день предлагайте идти от данной транспорции. Каждая из рассматриваемых подсистем ИТС обеспечивает полностью или частично функцию одного из принципов строительства. Акцентирую Ваше внимание. Запомните, пожалуйста. Каждая из рассматриваемых подсистемных ИТС обеспечивает полностью или частично функцию одного из принципов сервисов. Решение задачи. Возможно, на соответствии с этим и последствия занимается комплексный подсистемный ИТС. Комплексный подсистемный ИТС это закончено гампро соприкладивания пункциональной задачи базовая система, включающая комплексы инстаментальных подсистем. На сайте гипертиковой сервисе в пункте печати отправилась пять комплексов подсистемный ИТС. Это первое, управление транспортными подсистемными подсистемными подсистемными. Оно может быть дилетивным или констерным управлением транспортными подсистемными. Второе, внимание. Система внимания хватает за проверку. Третье, система контроля соблюдения правил данного движения и установленных норм. Четвертое, пользователь службы и сельсии. Третье, управление заканьями дорог. И шестое, контрольная георгансическая система. Один из важных управлений улучшения транспорта в ситуации является разработка и объявление системы управления транспортными подсистемными. Системы управления транспортными подсистемными должны обеспечить автоматический выбор сценария управления движения. В зависимости от складывающейся дороги транспортной в ситуации на основе данных подступающих от системы мониторинга параметра транспортных подсистемных. Второе, разработка сценария управления движения. Кланов, кладбинговые трусы и кладбинговые управления. Третье, сбор информации характеристических транспортных подсистемных. Четвертое, поддержание в актуальном состоянии системы организации дорожного движения и дислокации дистанции дистанции дистанции, а также параметры и характеристики функционирования. Следующее, передать информацию по запросу или с определенными регламентами демогрессии, теоретики, информационных платформы и транспортных подсистемных. И последнее, с обзанными демогрессами, сценариями управления движения движениями. Система платы должна обеспечивать влечение вщелья и влечение вщелья и вщелья пользователями академии дороги с соответствующей платой за строительство и сборной академии бумаги и их транспортных подсистемных и размещения внимания властьоспоследствиями. Управление транспортным подробным на площадке внимания властью, автоматическое усиликатство транспорта и выбор тарифа на то и проявленных инфекциях. Обеспечение проезда нелегонистого транспорта и специального транспорта. Автоматизм на контроль работы оператора схода. Процедуры сбора и чудоохранения и инкенсирования в день в месяц согласно обязательности исполнительного транспорта. И процедуры декларации в случае нарушения платой. И нарушения платой. Так, и собственно, картина лекаратов следующий год. 12 словами декоративной полной. Картина лекаратов. На этом сказано, я самостоятельно. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok